так начинаем с самого вкусного 4 спутника справа от юпитера и юпитер справа сейчас вылезет уже за кадр это калиста теперь будет прятаться за кадр ганимед поблескает ближе к юпитеру европа и практически косая за юпитера спутник и о чудесно просто значит у нас сегодня кстати 1 августа 2020 года до сих пор в харькове до сих пор потому как киевское время у нас 23 19 скоро будет 2 августа предыдущие дубля сделал это ветер шатает камеру не обессудьте поднялся от ветерок предыдущий дубль делал на низких настройках светочувствительности там четко видно полосы на вообще очень классно интересуется посмотрите ну а мы пока посчитали спутники галилеева и юпитера и посмотрим на непосредственно сближение луны и юпитера непосредственно близости в 2 часа ночи на полтора угловых градуса подойдет луна к юпитеру что такого полтора угловых градуса луна по диаметру когда мы на смотрим она невооруженным глазом она облачка вокруг луны вообще супер смотрится как ангелочек на подушечках китч да так что я хотел сказать уже забыл луна это треть углового градуса имеет размер когда мы смотрим на невооруженным глазом сейчас у нас глаз вооружен никоном колпик спид 1000 который я приобрел за 1000 долларов до приблизительно по моему в марте месяце часто тоже задают вопрос меньше по моему было 1000 ну где-то так я ни один ником тогда покупал а теперь давай еще посмотрим снимаю сейчас в режиме так называемой съемка луны тут есть отдельная функция именно режим на колесики прогручиваешь и там бабах на тебе луна специально для съемок луны вот такой режим создали программисты инженеры никона японские молодцы красавцы благодаря нам страшно вообще за этот фотоаппарат никон за вполне приемлемую цену сейчас будем искать все я отошел да ну вот при такой светочувствительности конечно гораздо ярче выглядит сатурн на предыдущем дубле на предыдущем видео можно увидеть что он гораздо более тускло смотрится но зато там контрастность не контрастности резкость четкость детали не засвечены пересвечены тут он больше как нарисовали свет зато хорошо видно как я доволен вот как я к страшно доволен у нас всего час назад было абсолютно затянутое небо полосы не одного просветика него и на тебе вот сейчас это движение сатурна с такой скоростью это вращение земли вокруг своей оси с такой скоростью происходит понятно что сатурн сам по себе движется на дома на таких расстоянных это сейчас меньше заметно чем вращение земли так сатурн давай нашу троицу снимем вот вот хорошо на экране видно на экране вижу луну вижу да часто сбивать с толку то что видно окуляра оказывается потом незаметным на экране на мониторе компьютера ладушки поехали к луне плох я буду много дублей снимать в разных режимах у нас сейчас встает там над горизонтом марс двум часам ночи выползет и венера но в два часа ночи уже будет очень близко к горизонту луна и юпитер и сатурн и его будет очень нехорошо видно плотная слоя атмосферы и тем почти совершенно не уверен какой кратер как он попал в такой свет интересный да знатно да я на предыдущих съемках кратер аристарх увидел в новом свете и в буквальном смысле и не в буквальном смысле вот он аристарх он все время как-то выглядел кляксой комой такой кавычками а сейчас четко видно что это круглый кратер и выбросы грунта 60 миллионов лет назад между прочим всего лишь игра цвета не света от света а так обычно натуральный круглый кратер да почему сейчас я попробую резкость поизменять а вы терпите ну или не терпите уже в одном видео я снимал говорил почему в комментариях писали почему кратеры все круглые а нету продолговатых как будто все падали вертикально астероиды на луну они конечно падали под углом на луну при тех скоростях то есть когда снаряд падает на землю он оставляет там по воронке можно понять что снаряд прилетел оттуда выброс грунта в ту сторону пошел с астероидами эта схема не прокатывает не годится почему потому что скорость которой астероид вырезается в поверхность земли луны ну луны земле то еще атмосфера тормозит при падении астероид луны такова что энергия удара выбрасываем при взрыве получается взрыв натуральный то есть и это все равно что не снаряд падает аналогично на землю а ядерная бомба касается землей взрывается земли грунта лунного и взрывается понятно что от ядерного взрыва совершенно будет при когда вы смотрите на воронку от ядерного взрыва совершенно непонятно слева прилетел этот ядерный снаряд справа это ядерная бомба упала с вертикально вниз это ядерная бомба летела это уже все абсолютно все равно мощность самого взрыва гасит все какие-то следы от направления прилета вот такая вот поэтому все кратеры на луне круглую мы практически все один там есть я лично видел в фотографиях уны о мошка полетела по луне все таки явно имеет вид смазанные то есть не круглый кратера продолговатый такой кратер видно что на каких-то низких скоростях что ли прилетела за строят раз осталось след в грунте по касательной либо он отрикошетил просто от поверхности луны тоже может такую быть жабкой скаканул ладушки сейчас буду еще один дубль делать ух буду много дублей делать пока погода позволяет пойду заряжать фотоаппарат и снова да вот это облачко под луной ну натурально и так у нас есть черточка и двоеточие прямо таки у нас знаки припинания подожди у нас есть троеточие даже дефис и троеточие сатурн луна юпитер красота ладно следующую дублю будет на других настройках